Ну что же, мы назвали тикток протест, понятно, что это название пытается отразить по существу характер нынешнего противостояния с властью, как важно использовать социальные сети, ну не только это, конечно, и молодежный характер, юношеский, я бы даже сказал. Ну я как и предполагал, что вышла молодежь, и я об этом говорил давно, о том, что молодежь сейчас является неким таким уникальным классом, поскольку впервые в истории человечества самые передовые средства производства оказались в руках у неимущего класса. Путинцы на это не рассчитывали, они не понимали, вот ты сегодня говорил про тикток и так далее, но это все равно результат одного и того же, того, что меняется общественно-экономическая формация, пришел информационный мир, и что бы ни делали путинцы, они все равно не выживут. В любом случае они должны уйти, туда уйти, сюда уйти, даже если в дальнейшем, сейчас вот две ветви идут, в дальнейшем как бы человечество пойдет по двум направлениям, либо народовластие, прямое народовластие, потому что другого варианта невозможно, либо это кибертирания, то есть будет либо кибернародовластие, либо кибертирания. При условии, что будет кибертирания, все равно путинцев не будет. Что делать? Вот меня спрашивают, что делать? Конечно, нужно атаковать матросскую тишину, конечно, освобождать узника матросской тишины Навального и всех остальных узников. Надо освобождать, брать у них слово, что они готовы участвовать в революции, идти к следующей тюрьме, и к следующей тюрьме, и к следующей тюрьме. И, конечно, все это делать, я понимаю, что Навальновским очень неудобно, но нам это удобно, все это делать под лозунгом «отнять и поделить». Понимаешь, такой замечательный лозунг «отнять и поделить», он всегда работает, да, потому что, ну, действительно, людей обокрали, люди нищенствуют, и нужно хотя бы простить им долги, хотя бы то, что конфисковано у подонков, не отдать в пользу некого государства, мы знаем какое это государство и чем оно занимается, да, а конкретно людям жизнь облегчить, да, то есть отнять все материальные блага, дома, там вот Путин переживал, что людям жить негде, у него прекрасные дома есть, у Шувалова, у него машины там и так далее, то есть все это сейчас очень, очень, конечно, важно, чтобы люди поняли, что вот на этом этапе, по крайней мере, их не собирается никто обманывать, что готовы с ними поступать честно, не как поступали путинские, и что они могут мстить, это тоже очень важный момент, очень важный момент показывать, и я всех призываю, видите ли, там ментов пиздют, это надо показывать всем и везде, и если вот Навальновские призывают через неделю выходить, то надо в маргинальной среде показывать всем люмпинам, что ментов можно пиздить, понимаете, это очень важно, потому что они не пойдут за Навального, они не пойдут за Мальцева, Они, может, даже делить ничего не пойдут, но если где-нибудь в Саратове, в Поливановке или на Камсе рассказать, что пойдем скорее пиздить ментов, то они пойдут эти маргиналы все абсолютно, потому что люмпины, конечно, очень важны в революции, обязательно, то есть те уголовные элементы важны. Мы с тобой, Марк, как юристы прекрасно понимаем с точки зрения криминологии, нам объяснять это не надо, а вот людям, которые боятся братоубийственной войны, надо объяснять, и я еще раз повторяю этим людям, ничего страшного нет в братоубийственной войне, по крайней мере, она не страшнее братоубийственного мира. В этом братоубийственном мире вы не можете себя защитить, а в братоубийственной войне вы легко себя защитите, если окажетесь на правильной стороне, а правильная сторона, это сторона, обращенная против Путина, и поэтому я призываю всех, и коммунистов, и анонистов, и кого хотите, идите сейчас и вступайте в ряды революционеров, другого шанса у вас не будет. И когда Квачков или кто-то кричат, там Навальный, он там наймит госдепом, все. Да-да-да, многие-многие так сейчас себя поверят. И что? Ну, предположим, наймит госдепа. Дальше-то что? Что вы сделаете революцию, и госдеп придет, блядь, в Кремль, что ли, сядет? Да там сидит Путин, блядь, дракон, страшнее любого госдепа. Что будет, если придет, допустим, даже придет к власти Навальный? Выборы будут. Вот ты скажи, Марк, Навальный может сказать, нет, не будет выборов там. Это исключено. Они же мальцев, вот мальцев может прийти и сказать, все, я диктатор, идите нахер, я устанавливаю народовластие. Они придут, скажут в Госдуму, давайте проведем выборы в Госдуму, давайте проведем выборы президента, ну и выигрывайте на эти выборы. Совершенно спокойно можно выиграть выборы у либералов, у кого хотите, если у вас есть определенная повестка. Я понимаю, Квачкова, он придет со своими хоругвиями, ну скажет, основная масса вот этой молодежи, иди нахер, с этими хоругвиями. Зачем им хоругвии? Они хотят будущего. Молодежь сейчас является самым агрессивным и самым рациональным классом, самым рациональным классом. Поэтому молодежь в любом случае победит. Она по времени победит даже, даже по времени, просто путинские вымрут, а их динозавриков этих, их мажориков все равно всех передушат, потому что мир, созданный Путиным, абсолютно несправедлив. И в этом мире, конечно, необходимо молодежи сейчас идти как бы в авангарде. И поэтому путинцы, они прекрасно понимают, их тоже воспитывали на марксизме, но, по крайней мере, у самых умных из них. Они понимают, кто является авангардом. Они понимают, что это молодежь, поскольку меняется общественно-экономическая формация, да и всегда молодежь самая легкая на подъем. Поэтому они понимают, что это будет вот такая как бы свинья, как у тевтонов, которая вынесет этих всех мудаков. Поэтому, что я могу сказать, если вы успели уже выпендриться, если вы успели уже там себя продемонстрировать, как враги революции, спешите реабилитироваться. У вас есть последний шанс реабилитироваться. Потом, когда все закончится, кончатся ФСБшники, кончатся менты, кончатся нодовцы. Они все потом кончатся. Потом примутся за вас, примутся за троллей. Потому что главное, я уже сказал, главная идея революции, гражданской войны, которая будет сейчас в России, это карать. Главное слово будет карать. Поверьте мне, я не ошибаюсь в таких делах. Так вот, если вы не хотите попасть в ту категорию, которую будут карать, сейчас включайте мозги и передвигайтесь сюда. Хотя бы в информационном мире. Хотя бы, чтобы показать. Видите, я топил за революцию. Потом это будет важно. Очень важно.